Всех приветствую! Пару дней не записывал обзоры и биткоин смирно стоял, ждал меня во флете. Между тем он, конечно же, сформировал дивергенцию, продолжил, точнее, ее формировать. И что здесь можно обновить? В общем, решил я убрать все эти зоны отмеченные. Смысла в этом особого нет. Мелочевку это все торговать. Тренд идет восходящий. И на 4 часах, сейчас просто отмечу, куда примерно у нас ожидается волна. Пятое. Данное движение у нас еще в силе. Пятая волна у нас. Расчетная зона пятой волны вот здесь. И после того, как мы ее посетим, это наиболее вероятный сценарий, торговать здесь будет опасно. Если, конечно же, не появится новых каких-то условий. Но мы вплотную приблизились к этой зоне. И вы помните, что было, когда вот здесь мы рассчитали зону. Все грохнулось. Вот здесь также зона была до этого рассчитана. Все грохнулось. И вот здесь, в принципе, такая же опасная зона, которую, как можем пролететь наверх, также можем и развернуться и пойти вниз на глобальную коррекцию вот сюда, как минимум. Поэтому обновлять здесь особо нечего. Несколько дней были во флете. Расчетная зона по-прежнему это. Локально у нас дилер. Можем скорректироваться. Но глобально также уже вплотную приблизились к зоне, в которой возможен разворот на более существенную коррекцию. Если не подкинут каких-нибудь новостей от Мистера Маска или еще кого-нибудь от PayPal. Ну, в общем, понятно. Все монеты смотреть не будем сегодня. Эфириум еще глянем. Здесь, в принципе, такая же ситуация. Вот эту мелочевку смысла смотреть нету. Чего-то ее размечать. Сейчас вся альта летит наверх. Через одну, там, если посмотреть, на многих монетах. Вот здесь, где был заходной, видео на канале было. Здесь я закупился. И, в принципе, просто держу, подтягивая стопы. Еще у меня ничего не выбило. Стопы у меня где-то вот на вот этом уровне. Где точно, это уж сами ставьте. Где считаете нужным по вашей стратегии. Так, где у нас заканчивается пятая волна? Сейчас посмотрим по эфириуму. Если рассматривать вот этот импульс. Вот она, зона эфириума. Куда у нас стремится пятая волна? Идти еще есть куда, мягко сказано. Поэтому на эфириуме все прекрасно. Вот она, расчетная зона. Придя в которую, нужно будет внимательнее смотреть на все движения и иные факторы. Пока дивергенции нет, все классно. Прямо наверх. Эфириум у нас наверх. Рипл посмотрим, такая же ситуация. Мелочевку вот эту вот зону на зоне, зоной погоняет. Смысла нету. То, что здесь размечаем, все у нас отработало. Идем наверх. По данной разметке пятерка у нас как минимум на предыдущих хаях. Или вот на этом уровне. То есть вот сюда вполне вероятно 0.8, либо возле этой цифры, как минимум должны сходить по XRP. Все так же в силе. Ничего не отменено. По остальным монетам, в принципе, все то же самое. Еще глянем пару монет, которые кинули в донате. Сейчас я их посмотрю. Первая монета у нас это AVAX USDT К тезеру. Что у нас здесь такое? А мы ее уже смотрели. Давайте глянем еще разок. Что у нас изменилось? Она у нас достаточно новая. Как и многие, просто летят наверх. Что у нас здесь на дневках? Видимо, смотрели вот здесь. Что у нас здесь произошло? С прошлого прогноза. С прошлого прогноза у нас здесь все хорошо. Видимо, была не рекомендация, а была информация, что я бы входил на данных уровнях после того, как сформировали заходной импульс. Вот здесь вот, видимо, он был. Стоп за него. Вот отсюда можно было брать. Видимо, смотрели здесь. Так что можно и отсюда. И пошли наверх. Сходили сюда, но глобальный уровень также актуален. Здесь, в принципе, дно не пробито. Стоп, у кого был, он не выбит. И сделка до сих пор актуальна. Здесь все нормально. Никаких изменений на то, что мы бы пошли вниз или что-то такое. Давайте еще раз зону проверю. Тройка у нас, естественно, все это выбило дело. Да, вот на такую историю похоже. Вот они, уровни все совпадают. Расчетная зона третьей волны вот здесь. И по-прежнему здесь актуально, что мы должны сюда пойти. Также на более мелких уровнях размечать смысла нет. Вот после этого заходного была возможность зайти со стопом вот сюда. Если вы подтягивали стопы. Сейчас посмотрю по моей стратегии, подтягивал я стопы или нет. Да, возможно, вот здесь бы мне стоп выбило. Когда бы вниз пошли, вот здесь бы мне стоп выбило. Ну и вот здесь мы получили еще один заходной импульс. Так что если уж обновляем прогноз, то вот после этого заходного можно было вот здесь брать стоп вот здесь. И движение наверх. Цель все та же. Цель предыдущей хаи. Либо вот эта расчетная зона, куда мы еще не сходили. Все нормально. Еще одну монету посмотрю. Из доната FLM. Ее мы до этого не смотрели. Поэтому можно глянуть и на месяца, где естественно. Ох ты, куда она залетала. На неделях. На неделях. На неделях особо тоже не информативно. Ну вот на дневках. Что у нас здесь? Здесь у нас индикатор пробивает предыдущее значение. А это значит, что с большей вероятностью мы будем растягивать третью волну. Давайте посмотрим последнее движение. Последний импульс. Здесь три волны вниз. После чего получили заходной. Вот здесь можно было входить. Но смысла сейчас об этом говорить нет. Это уже история. И предположительно развивается данное движение. Расчетная зона третьей волны. Мы сюда пришли. Сформировали дивергенцию. Возможно это был конец третьей волны. По всем факторам так и есть. Сейчас есть вероятность сходить в коррекцию. Вот она коррекционная зона. Куда мы можем сходить в коррекцию. После чего здесь уже можно будет искать заходной импульс и дальнейшее движение наверх в пятой волне. Пока по данной монете вот такое вижу. Еще одну монету из доната посмотрю. Так. Вот такая была монета еще. И на сегодня будет все. Здесь просто вообще шикардос. Очень хорошо все выглядит. Опять таки монетка новая. Помпанутая. Так сказать. Но то что здесь она нашла поддержку. Ее откупают. Это неплохо. Даже хорошо. Заходить в нее конечно же рановато. Нужно дождаться заходной импульс. Но. Что можно сказать. За заходной импульс можно принять вот это данное движение. Здесь объемов конечно не особо много. Но если боитесь что памп начнется резко и вы не сможете залететь в данную монету. То берите с текущих уровней. Либо дожидаетесь здесь заходного локального. И от него уже берите и идете наверх. Либо если не хотите следить за графиком. Просто берете с текущих. Стоп. За данный лой. И вперед. С большей вероятностью здесь пойдет наверх. Какие цели. Какие цели. Здесь после пампа рассчитывать смысла особого нет. Но минимально это естественно предыдущий хай. Сейчас посмотрим. Можно ли тут какие-то волны найти. Здесь пампелось и дампелось. Если смотреть от последних лоев. То это похоже вот на такое. Здесь 1, 2. 1, 2. Возможно и здесь 1, 2. То есть волна. Волней волной погоняет. Как говорится. Но что стоит сказать с уверенностью. Что здесь объемы большие. Индикатор вверх. А это говорит о том, что мы находимся в третьей волне. Которая еще не завершилась. Так как она должна завершиться пятой волной. Пятой волны здесь еще не было. С каких уровней она будет сказать. Невозможно пока. От каких уровней будет отталкиваться. Но локально наблюдаем движение. Здесь неплохая поддержка на данном уровне. От нее постоянно откупают. И еще раз повторю. Бойтесь остаться без монеты. Берите отсюда. Стоп за данный лой. Хотите более надежно. Наблюдайте. Мониторите. Будет заходной. Уже за лой этого выходного. Ставим стоп. И на откате после заходного. Покупаем с расчетом. Вот сюда. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Удачной торговли. И счастливо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok